добрый день дорогие пекари я показываю вам чабату по новому рецепту это чабата с большими дырками долгого выбраживания но на дрожжах этот интереснейший рецепт я нашла в блоге сергея кириллова я думаю многие из вас его знают он ссылается на другого автора рецепта но поскольку оригинала я рецепта не видела я буду ссылаться на сергея кириллова рецепт необычен тем что он делается на дрожжевой беге долгого выбраживания и затем очень интересно делается тесто меня рецепт привлек именно своей нестандартностью приготовления скажем так результат хороший я пекла уже не первый раз по этому рецепту в этот раз я внесла изменения в технологию в принципе я удовлетворена можно лучше можно лучше у сергея лучше точно но если вы пользуетесь его рецептом и вы знаете что сергей перфекционист и у него потрясающие и технология описываются и очень интересно это всегда если вы соблюдаете если у вас дисциплина по поводу технологии значит все у вас получится у меня видимо с дисциплиной ну так себе поэтому результат хороший хороший очень вкусная чабата я уже продегустировала она ароматная нежная мягкая она долгой ферментации двое суток и получается замечательная очень удобный кстати рецепт чтобы готовить чабату к выходным то есть вы например замешиваете тесто заранее и например в пятницу вечером можете выпекать если вы до этого вечером в среду замесили например бегу вечером в четверг замесили тесто и вечером в пятницу вы можете испечь классную вкусную чабату ну или любое другое удобное для вас время давайте приступать рецепт интересный я уверена он вам понравится давайте начинать этот интересный необычный рецепт мы начинаем с приготовления беги бега это густая опара на дрожжах я буду делать на прессованных они у меня замороженные потому что пользуюсь я ими редко отделяем всего 2 грамма дрожжей заливаем ледяной водой 270 граммов и всыпаем 500 граммов муки высшего сорта мука обязательно должна быть сильная в этом секрет успеха в том числе в этом секрет успеха особенность этого рецепта в том что вся мука сбраживается в беге потом в тесто мы не будем добавлять муку ну а теперь убираем все лишнее и дальше дело техники это замесить получившуюся бегу уникальность этого рецепта в его очень долгом брожение и использование сильной муки и малого количества дрожжей в итоге мы должны получить крупный пористый очень открытый красивый мякиш и но сложность этого рецепта в замесе тесто это вы увидите на втором этапе приготовления замешиваем бегу на столе тесто получается плотная почти пельменной консистенции такой и должна быть бега за счет своей плотности замешивается но довольно легко если у вас прилипло тесто к рукам секрет в том что его не обязательно счищать вы можете продолжать месить и постепенно все тесто с пальцев войдет в основной комок теста ну вот я замесила бегу пока еще она неоднородная такая комковатая поэтому я положу на 30 в миску накрою крышкой и ты мишу через 30 минут по истечении времени возвращаемся к нашей беге и нужно ее до замесить пока тесто стояло я взяла термометр небольшой прошлась по разным уголкам посмотрела поискала необходимо найти место где у вас 20 градусов и вот именно при такой температуре выбраживать бегу у меня есть 20 градусов принципе сейчас не жарко на улице совершенно сейчас довольно холодная погода можно поставить возле балкона и двери нашла такой вариант можно поставить в подвале подвале температура у нас стабильная поэтому отнесу бегу туда и выбраживать будут там критическое значение имеет температура я уже пекла по этому рецепту и результат могу оценить на удовлетворительно но может быть три с плюсом не идеально далеко не идеально и подозреваю что причиной одной из причин не идеального результата было несоблюдение температурного режима выбраживания у меня было теплее ну все бегу я замесила укладываю в миску и отправляю в подвал обязательно найдите температуру плюс 20 если такой нет вам придется сокращать время брожения у меня есть плюс 20 и я ставлю бегу туда на сутки 24 часа она будет бродить прошли сутки давайте посмотрим на бегу прекрасно она поднялась и даже уже начала опадать для бегу совершенно не страшно это нормально сейчас будем замешивать тесто особенность этого удивительного рецепта в том что мы не добавляем муку при замесе теста в бегу добавляется только вода соль и солодовый экстракт и немного дрожжей я пробовала вымесить это тесто руками это крайне сложно поэтому сегодня я прибегаю к помощи своего миксера это кен вот сейчас отмерим добавки самое главное это ледяная вода я заранее опустила лед в воду 125 граммов воды тот случай когда каждый лишний грамм будет действительно лишний потому что тесто будет влажное замешивать его тяжело 2 грамма прессованных дрожжей опускаем воду растворяем проще всего дрожжи конечно растворить в воде чтобы они равномерно потом у нас разошлись в тесте и сюда добавляем 10 граммов солодового экстракта это такая чайная ложка также постараюсь размешать его с водой холодной воде не очень хорошо растворяется ставим чашу на замес вливаю сюда часть воды не все сразу и начинаю замес на минимальной скорости самое главное здесь не разрушить клейковину теста чтобы она осталась эластичным это сложно потому что тесто уже бродила ну да в миксере она может вот так вращаться поэтому периодически нужно его снимать то что намоталась на крюк переворачивать опускать снова в тесто и снова включать замес когда вы видите что вода более-менее впиталась добавьте еще часть воды и продолжите замес и так маленькими порциями мы добавляем всю воду смотрите через 10 минут замеса вот такая картина вода плохо впитывается и тесто начинает рваться на комки этого нельзя допустить очевидно что вымесить до хорошего гладкого состояния в миксере у меня не получится поэтому переходим другому способу я взяла пластиковый контейнер беру это тесто выкладываю сюда всю жидкость которая не впиталась у нас тоже не нужно оставлять в чашу выливаем ее всю сюда же осторожно ладонью распределяю тесто не рвем не мучаем осторожно распределяем сложу его к центру сложу его снова к центру чтобы соединить накрою его крышкой оставлю минут на 10 постоять через 10 минут возвращаюсь к тесту она немного расслабилась клейковина у него расслабилась и она будет более охотно впитывать воду выливаю снова часть воды проминаю руками аккуратно не рвите можно снова аккуратно сложить только аккуратно не рвите при складывании у вас вода оказывается внутри и лучше будет впитываться можно развернуть снова накрыть крышкой и снова оставить еще через 10 минут я беру соль 10 граммов высыпаю на поверхность неплохо тесто собралось а то я уже была испугалась что она мне рвется под воздействие моего миксера выливаю воду оставшуюся все также аккуратно делаю тесто небольшой массаж проминаю чтобы соль вошла чтобы вода вошла я в данном случае использую очень мелкую соль экстра она быстрее растворяется проще входит в тесто ну и снова можно подтянуть видите как хорошо он несмотря на высокую влажность тесто у нас собирается снова подтянуть аккуратно не рвать развернуть попробуйте его еще раз раз плющить то есть вот эта вода она постепенно войдет под нашими воздействиями чтобы она входила нужно давать возможность тесту расслабиться мы делаем для этого паузы заодно складывание но такой метод конечно не слишком быстрый но зато вы не разрушите тесто все оставляю снова его на паузу можно сейчас минут на 20 сделаю еще растягивание че нужно рассказать далее о видении этого теста потому что сейчас уже добавлены дрожжи и в принципе мы с ним работаем принципе она бродит нужно засеть 4 часа и в течение этих четырех часов она должна бродить при комнатной температуре но смотрите у меня температура сейчас 24 я считаю что это высоковато поэтому я сокращу время брожения где-то будет но с учетом того что она у меня уже подверглась нескольким складыванием я думаю что еще часа полтора я сделаю несколько складываний с интервалом 20 минут через 20 минут смачиваю руку разминаю растягиваю тесто когда она в таком расслабленном состоянии она способна вобрать в себя дополнительную воду но я вам об этом уже сказала можете повернуть чуть-чуть его посильнее потянуть главное не рвать и повернуть потянуть желательно конечно чтобы вся вода сразу при замесе вошла но если есть риск повредить тесто то лучше пользоваться вот таким способом для влажного теста накрываю крышкой оставляю еще на 20 минут продолжаем упражняться с нашим тестом еще 20 минут прошло чтобы лишней воды не добавлять смачиваю руки прямо здесь проминаю тесто так вся вода у меня не вошла до сих пор снова сворачиваю и снова оставляю еще на 20 минут через 20 минут я повторю все то же самое вода практически вся впиталась осталось немного тесто активно бродит уже много в нем пузырей меня радует что она однородная что структура у него хорошая она тянется ведь какое эластичное самое главное его не порвать тесто не касается вот этой воды в углу поэтому не смогла впитать эту воду поставлю еще на 20 минут и потом уже будем убирать в холодильник сделал еще одно складывание совсем чуть-чуть осталось воды если бы миска была круглая и вода собиралась в одну точку вода бы вошла быстрее но здесь я хотела чтобы структура тесто сохранилась чтобы его максимально сберечь и не разрушить она очень активно уже бродит поэтому стараюсь действовать аккуратно чуть-чуть в углах влага осталось ничего страшного все у меня полтора часа прошли которые я запланировала и сейчас я оставлю вот так пожалуй повернуть лучше оставлю тесто на брожение в холодильнике на 18 часов при температуре плюс 7 обязательно контролируйте температуру в вашем холодильнике если у вас создана панели установлены плюс 7 вовсе не факт что внутри также летом обычной температуры выше да и если загрузка холодильника высокая эта температура тоже выше ставьте пониже на нижнюю полку там где самая низкая температура и до завтрашнего дня это тесто будет бродить в холодильнике на следующий день достаю тесто она кстати не очень сильно лилось но это и понятно потому что в виде опары она уже достаточно хорошо выбродила жидковатое тесто если посмотреть снизу поры большие сейчас я вам покажу чтобы не переворачивать контейнер перевернула камеру и вот такие поры снизу хорошо разрыхленное тесто сейчас будем делать предформовку я уже сказала что тесто влажная поэтому для его формовки и предформовки нужно хорошенечко присыпать столб мукой можно и само тесто присыпать возьмем требок отделим тесто от стенок и выкладываем аккуратно подхватываем снизу чтобы не липло к рукам ну а дальше стараясь тесто не забивать мукой стараясь чтобы вовнутрь она не попала чуть-чуть подтягиваем ширину и в длину и заворачиваем к центру с одной и с другой стороны собственно в этом и будет состоять вся предформовка можно еще разделить пополам перераспределить толщину тесто можно разделить на несколько частей как вы хотите я разделю примерно пополам без взвешивания просто поделила на глаз одна часть вторая часть и все в таком виде оставляем на 30 минут чтобы поверхность не заветрилась накрою полотенцем через 30 минут нужно сделать окончательную формовку чуть-чуть они у меня слились в едином порыве не очень хорошо ну ладно отделяем не забываем что на столе должно быть достаточное количество муки чтобы ничего не прилипало и прежде чем делать формовку приготовьте то на чем вы будете печь я приготовила себе противень вот с таким листом пекарской бумаги и уже включила духовку на прогрев потому что раз стойка будет недолгой чтобы духовку успела достичь нужной температуры я ее включила на 240 градусов вверх плюс вниз и у меня в духовке поставлен стальной лист то есть либо вы печете на стальном листе толстым либо вы печете на камне пекарском он нужен для того чтобы выровнять в духовке температуру большие пузыри можно полопать чуть чуть тесто подтягиваю ширину лишнюю муку с рук убираю заворачиваем серединку и заворачиваю навстречу такие тонковатые они у меня получаются тем интереснее и вот собственно вся формовка и есть так как бы мне поставить чтобы не на муку сейчас я переложу и вам покажу то есть мы сейчас подхватываем и укладываем швом вниз нормально по длине как раз получилось вот так вот не идеально они по форме но здесь этого собственно не требуется они должны быть такие ремесленного вида и делаем 2 вот такие получились две заготовки сейчас снова накрою полотенцем вот в таком виде оставляю снова на 30 минут духовка греется до 240 градусов напоминаю остается только собрать остатки муки со стола просеять ее и готовится к выпечке ближе к концу расстойки ставим кипяток в духовку потому что выпекать нужно обязательно с пару увлажнения несколько минут даем пару подняться и после этого ставим в духовку наши заготовки 22 минуты выпечки понадобилось мне они очень нравятся румяные красивые смотрите как надулись поднялись все сейчас перекладываю на решетку даю остыть и резать будем попозже когда они остынут давайте посмотрим что же у меня получилось разрежем вот такая чабата с большими красивыми дырками ну здесь дырявость повышенная вот здесь дырявость повышенная давайте еще в каком-нибудь месте разрежем посмотрим что же там здесь поменьше дырок но в принципе она пористая красивая я ожидал честно говоря еще больше дырок но возможно я нарушила что-то в технологии и получилось как получилось пахнет кстати очень вкусно запаха дрожжей совершенно нет хочется попробовать корочку не резиновая режется очень легко тонкая хрустящая мякиш хорошо жуется пожалуйста с этой мукой можно было ожидать резиновый мякиш но нет он тонкий мягкий корка тонкая приятный на укус очень ароматный замечательный хлеб мне все нравится я думаю что над структурой мякиш можно еще поработать поделать еще складывание может быть подольше еще сделать выбороживание в тепле я всего два часа выборожила тесто в тепле возможно стоит подольше это сделать но в общем и целом если прошлый раз я оценила результат на три с плюсом сейчас наверное на 4 с небольшим плюсом есть к чему стремиться можно улучшить результат но в принципе я довольна и вот такая чабата с ней не так много забот выбраживается она долго ароматная вкусная с хорошей структурой можно еще конечно вдоль было разрезать показать внутри структуру но я думаю что все там в порядке ну а на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и не забывайте писать комментарии будем с вами общаться печь и испечем еще много всего интересного